Устава Ульяновской области в этом году исполняется 15 лет. Спустя столько времени он требует актуальных изменений. Так, например, губернатор Ульяновской области предложил соединить две должности губернатора и председателя правительства, расширить полномочия ЗСО и обозначить права и обязанности общественной палаты. Мы решили выяснить, какие бы новые введения предложили сами ульяновцы. Сократить чиновничий аппарат я только за. Если объединить это возможно в одних руках, наверное, это будет лучше для города и для области. Во-первых, получить нормальную диагностику в больнице, получить нормальное лечение и не паниковать по каждому поводу. Во-вторых, я позабыться о том, что не истерить. У нас лед на тротуарах, но сделайте нормальный тротуар. Есть абразивное покрытие, есть подогрев тротуара. Мы не отличаемся от других стран. У нас есть на это ресурсы, есть возможности, мы просто ничего не делаем. Мне кажется, надо спрашивать у людей, сведущих в этом деле. Они у нас простых прохожих, которые не владеют ситуацией, потому что находиться там наверху и знать порядок финансирования, знать возможности, знать возможности нашей области. Все это, мне кажется, очень сложно. Должны принимать решения такие люди, которые обличены властью и определенными полномочиями, которые знают, могут это все решать. У нас в Ульяновской области совершенно не работает ЖКХ, это ужасно. Вот могу даже сейчас показать, ходил консультироваться. Ленинский район, компания умерла, и нам за декабрь прислали счет, что мы им должны. Хотя мы уже давно в домофонде, совершенно в другой этой организации стоим. Я сейчас радую активно за то, чтобы в устав города Ульяновска попал в важнейшее положение, которого у нас, оказывается, нет в нем. Это положение о праве администрации Ульяновской области на издательскую деятельность. Ну, это так сложно сказать, конечно. Надо посмотреть, что мы имеем, и выполнить то, что есть. Но в основном природа, охранные зоны, вот, надо мероприятие в этом направлении.